В городском округе Люберцы работает филиал компании, которая занимается разработкой, производством и внедрением систем для диагностики железнодорожной инфраструктуры. Предприятие является мировым лидером в своей области. Инновационная продукция поставляется в 28 стран. Мои коллеги увидели, как создаются уникальные диагностические комплексы. На первый взгляд может показаться, что это обычный вагон поезда. На самом деле это самоходная лаборатория, которая способна проводить диагностику железнодорожной инфраструктуры со скоростью 120 км в час. Это и рельсы, и контактная сеть. Она поэтому называется интеграл, поскольку объединяет в себе множество измерительных систем для разных объектов железной дороги. Замахиваемся еще на большую скорость. Для чего это надо? Для того, чтобы диагностическое средство не тормозило трафик на железной дороге. Весь процесс производства от А до Я происходит на самом предприятии. У компании есть собственное конструкторское бюро, инженерный центр и департамент программного обеспечения. Идеи, которые рождаются там, воплощают в жизнь на производственных площадках. Одна из них находится в Люберцах. Когда бываешь на таких предприятиях, то появляется и гордость, что у нас такие есть предприятия. Но главное, что гордость, что у нас есть такие люди. Оборудование поставляется на все континенты. Особенно, что касается, допустим, они поставляют в Китай. Казалось бы, Китай – это сегодня всемирная мастерская. Тем не менее, подобное оборудование там не производится, закупается здесь, на этом предприятии. Подобных предприятий во всем мире всего шесть. Но уникальность российского в том, что только здесь производится вся линейка продукции, необходимой для диагностики верхнего строения пути и контактной сети. Кроме того, компания выполняет полный объем работ по созданию, производству и обслуживанию этих средств. Это изделие называется двухниточная дефектоскопная тележка, которая позволяет контролировать наличие или отсутствие дефектов в рельсовом полотне. Это заготовка, несущая рама, на которой смонтирована датчиковая система. С помощью датчиков электроника получает сигналы и уже проводит обработку и анализ полученных данных. Компания, производящая уникальное оборудование, существует уже 32 года. Кроме России, филиалы представлены также в Индии и Китае. Люберецкое подразделение – самое молодое. Оно открылось недавно, в 2019 году. На данный момент здесь трудоустроено более 40 человек. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.